друзья всем привет с вами санек в общем очередной видос про мой новый токарный станок cgm 360 и некоторые его доработки ну не в плане того что тут брал напильники и что-то там дата чего подтачивал где-то шабрил ничего не делал друзья единственное вот поставил ему у ци сюда заказывал на aliexpress вот такого плана линейка на 250 миллиметров рабочего хода на самом деле она длиннее на 142 миллиметра вот и там стоит линейка на 800 миллиметров рабочего хода все отлично показывает отображает замерял индикатором сверял замерял все четко видос про него не снимал этого как говорится хватает в интернете всяких обзоров настроек и т.д. и т.п. возможно я покажу все плюсы абсолютно плюсы минусов вообще не вижу а тут у ци не вижу минусов одни только плюсы я возможно покажу расскажу и второй момент друзья сейчас буду менять вот этот мотор снимаю все с первого дубля с кадра вот может где-то что-то забуду где-то что-то неправильно скажу так что сильно не пинайте буду менять вот этот однофазный мотор и ставить вот такой трехфазный мотор это мотор бушный старый абсолютно уже рабочий 100 лет в обед единственного почистил и покрасил от песочек почистил и покрасил вот и буду еще ставить к нему частотный преобразователь этот мотор я сейчас если будет видно бирку вот не фокусируется как бы так показать отражается отсвечивает в общем 930 оборотов киловатт 100 будем так говорить но частот ником максимум что из него выжил это 1000 оборотов 1000 оборотов на валу при частоте 50 герц повышение герц не повышает обороты вот 50 это для него вообще это максимум не знаю почему потому что он не не высокоскоростной этот двигатель друзья однофазный у него 1400 оборотов ну по факту я ее померил вот таким вот цифровым или лазерным до тахометром по факту здесь 1498 оборотов почти полторы тысячи вот мотор замерял без ремня также 6 здесь мотор выдавал просто холостую тысячу оборотов точнее выдает перемерил друзья вращение шпинделя патрона кому как нравится замотал скучем бумажным наклеил отражающую ленту также перемерил все положения и они немного вот здесь немного выше чем в таблице то есть вот на пониженной передаче узнать что ку пониженная повышенная до этого на шкивах ремень перекидывается на пониженной передаче вместо 60 оборотов по факту вот здесь на шпинделе 72 с половиной ну и соответственно дальше 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 кому интересно поставьте на паузу можете посмотреть таблицу первое число через дробь реальные обороты вот здесь вообще на 100 четыре с половиной оборота скорость выше это на повышенной и самое наверное нелепая неудобная и недоработанная друзья китайцами недоработанные китайцами момент это реверс это реверс ну давайте сейчас все у нас тут стоит 600 оборотов чуть попозже да реверс давайте реверс включим даже маточную гайку нет 600 600 оборотов многовато давайте сделаем 350 якобы включаем станок вот он поехал или включаю реверс друзья смотрите и он как ехал в рычаг я пустил вниз и вращался в ту же сторону так он и едет вверх реверс не переключается нужно выключить подождать и включить тогда только срабатывает реверс выключил включил нет вот этого нет вот этого вот а это очень нужно чтобы все-таки шпиндель остановился и начал вращаться в обратную сторону при нарезании резьбы особенно когда есть ступенька сейчас покажу особенно вот когда есть друзья вот такая вот ступенька нарезается резьба и по-хорошему бы включить обратный ход чтобы не врезаться вот сюда станок продолжает также точить вперед и можно сломать резец испортить заготовку ну и т.д. и т.п. недоработанный момент не успевает станок переключиться потому что все здесь посредством реле вот такие вот дела от этой проблемы сейчас буду избавляться при помощи вот его двигатель он кстати подключен сейчас мы к нему подойдем повращаем так это один момент другой момент остановка остановка самого патрона бывает так что точишь и по большому счету вот выключая рычаг патрон должен просто остановиться ну шпиндель до перестать вращаться перестать двигать суппорт потому что гайка включена сами понимаете включаем 600 оборотов ему смотрите что происходит выключаю а он как продолжал вращаться так и продолжает сейчас мы даже посмотрим вот выключаю и он еще мне гонит там я не знаю несколько миллиметров 2-3 миллиметра гонит вперед да а то и 4 а то и больше и вот от этого надо тоже избавиться при выключении патрон максимально должен делать не пять шесть восемь оборотов а при выключении хотя бы пол оборота до оборота до и это мне поможет в этом частотник я уже настроил благодаря мужикам из группы самодельщиков ну такие вот дела настраивал друзья по вот этой вот книженцы которая шла в комплекте здесь все на русском языке в общем знаете на те кто заказывает товары из китая там все инструкции идут на чистейшем русском языке понятно все до безобразия поэтому делаем вот так берем китайскую инструкцию по преобразователю и настраиваем все как нужно все параметры я поставил для трехфазового асинхронного двигателя по рекомендуем для высокоскоростного шпинделя у меня его нет там другие параметры максимум 50 герц поставил минимум поставил 20 герц так чтобы он и вращался и и работал на максимуме это 50 герц 1000 оборотов запускаем где-то там шим есть но он небольшой за работой станка коробки шестерен его не будет слышно 20 герц понижение каждые 10 герц я только что померил то есть вот ставлю 40 герц минус 200 оборотов от 1000 то есть здесь сейчас 800 ставлю там 30 герц соответственно 600 оборотов ставлю 20 герц 400 оборотов двигателя каждые 5 герц минус 100 оборотов и реверс друзья реверс будет адекватный но не через эту кнопку я выведу вот сюда все подключается вон те концевички микро перейти переключатели и они будут на тот рычаг подведены и управление и управление друзья будет происходить через тот рычаг сейчас здесь стоит остановка шпинделя по моему 0 5 секунд запуск по моему 2 секунды я сейчас не помню точно сейчас посмотрим сейчас мы это дело друзья проверим и посмотрим заходим в программу точнее вот сюда в программу да и у нас скорость 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 0601 по моему да я уже точно не помню разгон 1 секунда вот остановка 05 но мы можем ее уменьшить 0201 даже минимум самый поставить и смотрите что происходит остановка шпинделя реверс просто остановка все мотор остановился прикольно ну конечно но это сильно я поставил сильно мало но тем не менее это работает то есть уже инерции вот этой быть не должно останавливается двигатель соответственно останавливается все вращение поэтому сейчас снимаю этот двигатель выкидываю из этого щита абсолютно все кроме вот этого трансформатора блока питания он будет питать вот эту лампу он на 24 вольта вот как то так концевики подключаю к преобразователю двигатель подключаю к преобразователю мы все и проверяем как это работает да кстати еще сделал друзья вот такую защиту шестерни отделил от ремня потому что кидает масло если видно по стенке черное это масло смазка и вот здесь я уже протер вот так вот строчка идет масло как раз напротив ремня вот это вся жижечка отсюда смазка и все остальное летит прямо на ремень обычная жесть здесь завернул чтобы не порезаться здесь два отверстия было прикрутил здесь на маленький один маленький винтик тоже привинтил а добавил друзья вот такую трубу скользко сейчас передачу включим пониже чтобы ее можно было достать вот такая труба толщина 06 для чего для того чтобы стружка вот сюда не сыпалась мне в ящик вот не сыпалась стружка на шестерне это я уже помазал там этим самым смазкой плюс пылища там уже от проточки и выход у нее здесь буквально миллиметров 5 за крышкой то есть вся стружка будет уходить за крышку друзья если будет необходимость что-то будет не влазить возможно ну сниму тогда а так по большому счету все что проходит в трубу никаких проблем кстати вот эта вот трубка это стойка от вентилятора вот так отрезал вот крест в общем валялась применим почему нет вал друзья здесь 24 хотел поставить купить поставите двигатель поболее чем киловатт 100 ну не нашел с 24 валом на ней не знаю 22 минимум это было бы искать шкивы то либо точить либо изготавливать а вот на этом двигателе так совпало что вал тоже 24 двигатель получается что этот киловатт 100 что этот киловатт 100 но этого 1400 оборотов у этого 1000 то есть он уже как бы потяговите и будет все друзья давайте сейчас воткну сюда какие еще тут переделки доделки больше вроде ничего не делал они здесь на показе метре отметины выставил все по индикатору по вот этому нашел правильный 0 нашел правильные 45 градусов также и с этой стороны нашел 0 нашел правильные 45 градусов то есть поворачивая вот эту малую продольную сюда метка уходит на 45 эта метка становится на 0 также вот эта метка уходит на 45 вот это вот малая разворачивается на 90 градусов ну то есть мне уже как бы очень удобно будет точить шкивы ручьи точнее обычные клиновые подклиновые ремни я ее развернул прохожу я на под нужным углом мне уже будет протачивать так все подключил все по схеме один провод не задействованы можно откусить будет а нет так оставлю просто на 4 жильный на из ящика вытянул всю требуху остался только вот один трансформатор который питает вот эту лампу он на 24 вольта выдает и всю остальное все открутим и вот он ничего не расцеплял только вот кнопки подсоединял ну и снизу здесь вот понятно дело двигателя еще вот такая вот бандурина размером больше чем этот самый чем инвертор этот ну такое себе знаете преобразователь инвертор инверторный преобразователь или не знаю частот никому ну как правильно все друзья все работает как надо частое 450 оборотов по-новому смотрите резко переключаю вниз осечек нету остановочка разлом поставил плавный 2 секунды остановка отлично лампочку не подключал я ее буду снимать врезать сюда тахометр который будет считывать у меня обороты со шпинделя буду ставить сюда тахометр где-то он там в пути на 220 вольт взял датчик поставлю где-нибудь вот здесь впрочем как и на маленьком станке они ничем отличаться не будут и этот тахометр будет мне за место лампочки также индикатором если он горит значит станок включен если соответственно не горит значит станок выключен никаких проблем не вижу кнопки подсоединил вот эту все работает но она на удержание то если нужно провернуть патрон слегка вот этой кнопкой так же работает и аварийка тоже врезал в цепь все станок остановился больше ничего не работает сейчас включил и снимаю с аварийки и и станок запускается в общем все работает отлично ну и вот это понятное дело регулируется регулятор потенциометр вот этот когда я поставлю дисплей я где-нибудь рядышком у там где будет местечко воткну крутилочку так чтоб она вот и обороты сразу можно было смотреть частотник будет вообще у меня находиться там где-то в углу не знаю может быть его впихну и вот сюда в коробку скорее всего туда чтобы можно было всегда продуть от пыли компрессором прошелся да потому что в мастерской пылище и мама не горюй бывает и подальше туда от искр там от стружки от всего вот как то так все замечательно работает кнопка срабатывает только в одном положении в правильном будем так говорить на ней реверс не подключен не задействован панельку я переключил в настройках на внешнее управление провод пошел соответственно на рычаг и на это здесь ничего не задействовано включение выключение ничего не задействовано также не задействованный реверс вот такие вот дела все теперь можно это все дело собрать здесь питание сейчас идет сюда от розетки мы ее запущу вот сюда в щит вот здесь вот клемма вот такая по соединению и отсюда уже пойдет питание на него станок будет включаться его родным проводом то есть воткнул вилку в розетку включился частотник заработала лампа трансформатор муцы понятное дело она включается отдельными там свой кабель вот такие вот дела все ничего оказывается сложного все очень просто но муцы капец можно тормоза отключить вообще он будет как на как там пишут с мотор сама выбегом останавливаться то есть его как только выключится частотникову сразу отпускает и мотор вращается пока и сам не становится ну соответственно патрон будет также вращаться делать четыре пять шесть оборотов и останавливаться все это программируется придут и придет еще как он там называется то тормозной резистор тоже вот сюда подключу и тогда вообще будет четко четко будет работать с тормозным с тормозами так сказать но этом в принципе можно видосы закончить сборка никому не интересно вот как только все это дело доведу до ума придут резцы придут сменные пластины потом уже поточим на нем нормально поточим станет уже на местом потому что стоит посреди мастерской так сказать и он здесь ну не совсем к месту ну и всем пока говорится скоро увидимся беременна ты а но ты ты Субтитры создавал DimaTorzok